МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации, телерадиокомпании Гомель, у студии працуе Светлана Князева. Земля, на якой мы будем жить. У минулые выходные шмат говорили про родные мясти на Беларуси. И субботник, и визит президента у Нараулянский район. Гэта и мясовостью свой час серьезно потерпела давары у Чарнобылі. Долгие годы территорию имкнулися одноветь, а тембольшь разветь, прадузятое меркованне, мавляу, жить там нельга. Сегодня гэта край не без проблем, але, что называется, контур. Будучи не у ягой есть. Гэта и великие господарки, и заповедная зона, и, вядома, люди. Президент, что год, у концы красавика едет на полдень, каб поглядеть, чем живет солнечный край. Регион шмат учим особливым. Чарнобыльская тематика тут, вядома, важная, але усё ж частка минулога. И мясовые же хары отдают перевагу слову не одновлять, а развивать. У свою чергу Александр Лукашенко подчас гутырки с людьми скажем. Держава допоможа, але и на вас различвае. Про тое, як зона отчужения становится землей перспектив, далей у репортаже. Гадавину авары на Чарнобыльской АЭС президент Беларуси традиционно проводить у потерпелых районах. Оценить, что сделано за год, означать новые кроки развития и психологично подтримать местовых людей. Особистый приклад и особистая гарантия. Гэтую землю не кинем. Неделя по рабочим графику для лидера краины починается с заблёту района на вертолёте. Так леп жбачный и ход полевых работ и доброго парадкованне. Уже на земли Саугаса комбината Зара президенту доложать. Сяуба идзе згодна с графиком. Скончить павины до 9 мая. Головное питание – вытворчасть. Президента цікавить, калі Гомельшина адновець до кризисной абьёмы. Когда вы выйдете в ноль? В ноль мы должны выйти по итогах 9 месяцев. И сколько вы добавите за год? За год мы должны добавить 1%. Должны или добавить? Добавим 101%. А должны? Ну, наша задача сегодня выйти на 102. Нет, по ВРП вы сколько? 101%. План у вас? 101 план и 101 мы выйдем. Тяжеловато, да. Будет неплохо, но ты даже не думай о том, что мы не должны в силу каких-то психозовых пандемий или эпидемий сократить производство. Это исключено. Иного не дано. А если вы будете сидеть и вот пандемия и прочее, дайте нам деньги. Никто не даст. Это похоронить деньги. Вы прорабатывайте рынки. По всем направлениям. Начиная от фарфорового завода и заканчивая Гомсельмашем. Головная проблема в области, як и во всей Беларуси, знешняя. Закрытые межи и порушенные экспортные контракты. Зарашты тым, что беларусские предприемства не спынили, змягчили экономичные шоки. Выходить с пандемии будет крыху простейшим суседям. Головные ресурсы есть. Это люди и земля. Нельзя бросать ни одного гектара земли. Мы в этом убедились. 25 лет, 20 тому назад, с Войтенковым, мы ходили все, наша это так называемая продурковатая оппозиция, орала, кричала, отрезаем Беларуси, выкидываем земли. И тогда мною было принято решение, нет, мы будем делать это. И гомельчане предложили, что делать. Я их просто поддерживал. И что сегодня? Сегодня мы видим, что я оказался прав. Есть результат. Надо идти дальше. Заповедная зона и зона вот этой радиоактивной, которая, грубо говоря, колючей проволокой. Что будем там делать? Или мы туда вообще пока не будем влазить? Наука будет там работать, заниматься. Или мы уже туда свой взор можем бросить? По каким-то направлениям. Той же житёвый опыт уже сёння подказывает. Различивать только на себе. После карантину гандлёвые партнёры могут кинуться у иншую крайность. Уводить квоты и жорсткий протекционизм аж на до адмены конкуренции. Заходные экономисты такие меры уже анансуют. Политики, а кроме Трампа, пакулят маучваються. Президент Беларуси об свете после пандемии говорит открыто с лютого. Ясно и тому такая увага до своей экономики у деталях. Например, станы захованы с техники. Это не просто железо. Это своя харчовая безопасность. И безадмовный экспорт. До речи, особливую увагу притягнули гусеничные узоры. С потока производства гусеничного трактора снимать нельзя. Это наше спасение. В Витебске, Минске у нас заболоченных много земель, Могилёв. Да в любой области у нас хватает. Даже у тебя на юге, в Гомельской области. Мы покупаем шесть штук. Правильно делаешь. И надо развивать это. А гэта уже молочно-товарная ферма. Различная на 550 дойных коров и 700 голов молодняку. Узвяли комплекс меньшим за два годы. Добрый приклад, как был их свинокомплекс, перетворили у передовый кластер за так званые «Чарнобыльские сродки». Буде вытворчасть, буде житё. Про его якость уже у наступном пункте президентского маршруту. Невеликые утульные домики от Светлогорского ДБК. Простое, функциональное, тёплое. С национальным колоритом и площадь 83 квадратные метры. Каштую такое семейное гнездо Нятанна. 153 тысячи рублей. 120, по моим ощущениям, не надо далеко заходить. 120 – это ещё терпимо. Беларусь себя дома доводится экономить на многим. Але у нас самые складанные часы отрымливается будавать жильё для людей працы. Раунамерно развивать краину. Их это працуя. Сколько мальчиков, сколько девочек? Ну, у нас как-то больше девочек. 8 девочек и 2 мальчика. У мамы Гали складанная задача – попрасовать вопротку на 12 человек. Хоть до великой семьи давно привыкли. И коли робить всё с любовью, то домашние клопыты – неутяжкость. Тем больше старейшие дети допомагают. Дородши Наталья и ее мужу Владимир у народа не корынная. Переехали и заклали семейное гнездо 20 годов тому. И не пошкодовали. Пять годов тому семья отзнашила новоселье. От Зержавы отрымали просторный двухповерховый дом. Увага до молодых и шмадзетных окупляется. Не глядяши на Чарнобыльское минулое, район плюсую по нараджальности. А 8 из 10 проехавших по размеркованне застаются у Нароулі. Головная мотивация – авиадома жилье. Яху отрымливают и мясовые, и проезжие молодые специалисты. Все лето побудуют 3000 квадратов. Яшэдин козыр – подъемная. По первым пятигадовым контракте – это 200 базовых. Наступные пять годов – уже 300. Такие чисто беларусские рецепты днауленья люди ценять. Мы в город Нароулі переехали с России в 1993 году. Приехали сюда. Ну, конечно, не сравнить город. Тот, который был и тот, который сейчас. Он цветет, он развивается, все есть. Для детей детская площадка. Для молодых специалистов строятся дома, даются квартиры. Я сама в 2009 году пришла как молодой специалист, тогда еще в отдел культуры, и дали жилье. Я живу уже давно в Нароулі. Мои дети тоже живут в Нароулі. И внуки есть у меня. Никуда отучились и вернулись обратно, живут в Нароулі. Живу всю свою жизнь, все 31 год, все здесь. Конечно, меняется в лучшую сторону. Школу отремонтировали. Кругом все ремонтируют, все улучшается. Площадки поставили детские, речка красивая, все очень красивые здесь места, живописные. Абтым, як 34 годы тому потерпел район, нагадывая хіба, что мемороял у память об отселенных вёсках. ЦПИС высечены на мармуры. 36 населенных пунктов, які изникли назаужды. Пять з их экскаваторы заравновались землёй. Велізной праце каштовало перезагрузить житё и развить район. Самое популярное слово опошних годов – модернизация. В сегодняшний день в реальном секторе экономики у нас числится 10 предприятий, два из которых градообразующих, можно сказать. Обновление происходило на фабрике «Красный Мазырянин». Не так давно мы поставили новую линию пастилы. Нашу продукцию уже знают и за пределами, то есть в Российской Федерации. Люди занимаются собственным делом, ремесленнической деятельностью. Индивидуальных предпринимателей мы тоже стараемся поддержать, выделяем им бюджетные поддержки для организации собственного дела. Потенциал у района есть. Развиваться будем во всех отраслях. Забегающий наперед. Президент вспомнить, як ротовалить Шарвоным и Заранин, и похвалить. Пастила будет у подарунку от мясцовых жихаров. Александр Лукашенко зробит её рекламу. Натуральная, корыстная, лепш за импортные аналоги. Я помню вашу фабрику. Я когда-то приехал в Москву у Евгения Максимовича Примакова, царство ему небесное. Он меня угостил по селу. И она такая сыпучая, вкусная. Думаю, а у нас в Беларуси делают или нет? Приехал в Беларусь, говорю, привезите мне по селу, я хочу попробовать. Мне иногда передают, покупаем мы эту по селу Мазырянина. Она, конечно, не такая, как та. А более такая клейкая, липкая, более твёрдая, не такая сыпучая. Я начал разбираться, а почему? Оказывается, нашу по селу эту с большим удовольствием покупают, с большим, чем российскую. Почему? Потому что она натуральнее оказалась. А почнется гэта открытая гутарка зу складання кветок. Тры символичная гранитная хатки, попельного колеру, як символ трох страчных вёсок. Президент скажа об гэтам. Наши люди вельми трывалые. Вытромали Чарнобыль, и ниякими эпидемиями их не заполохать. И ещё обголовно. Зараз районы зарабляюць на пера працовцы лесу, коня гадовли и вытворчасти мёду. Трэба дадать яшы некальки накерунков, плюс змянять организационную форму. Услед за модернизацией новое слово для мясовых жахаров – холдингі. Более 30 лет прошло уже после катастрофы на Чернобыльской АЭС. Было очень много сделано для поддержки пострадавших территорий. Люди получили надежду на будущее. И скажите, пожалуйста, планируется ли в дальнейшем оказание помощи на государственном уровне пострадавшим районам в социальном и экономическом плане? Вот видите, я поэтому и приехал, чтобы спланировать, что нам делать дальше. Нам ещё раз подчёркиваю, надо сконцентрировать те небольшие средства, которые у нас есть по Чернобыльской линии. Плюс, если вы будете осваивать эти средства для жизни людей и получать продукцию, будете работать, мы деньги найдём. Очень сложно продавать свою продукцию, ну кроме продуктов питания. По продуктам питания всё берут. Уже никто на границе никого не задерживает. Только привозите их по более высоким ценам. За два месяца, вот как докладывал министр, почти на миллиард долларов мы продадим продукции. Но главное, чтобы здесь расхлябанности не было. Чтобы вы честно работали, берегли технику, если вы на земле работаете, и выдавали ту продукцию, которую сегодня можно продать. Будете работать, мы всегда будем поддерживать вас всё больше в больших объёмах. Поэтому нам надо выработать и организационно, и производственно. Какими формами мы будем здесь заниматься. Или это колхозы будут, как раньше, сельхозпредприятия. Или вы всю землю раздадите, и будут у вас фермеры работать. Хотя маловероятно, я это уже убедился из моего опыта. Но вот нащупываем практически, каким путём идти. Один из путей, вот Заря взяла два бывших колхоза, присоединила земли, им надо от земли урожай, вам надо работа, вы будете работать, они будут свинину получать и продавать. В том числе построили здесь комплексы, свинокомплексы, 12 тысяч, по-моему, уголов, которые у вас здесь недалеко. По всем направлениям будем думать, как. Но всё зависит от вас. Но вы же понимаете, что я не могу вас здесь бросить без внимания. Слушайте, это и моя жизнь. Даже и думать не могли, что мы можем здесь жить. Все же бежали валом, нельзя было его удержать. А потом поскитались по миру и поняли, что дома лучше. Вот этот коронавирус показал, кто есть кто. Вы посмотрите, Евросоюз, богатые и прочие. И каждая зашили своей скорлупе и друг другу не могли помочь. До бешенства дошли люди. Поэтому и люди будут после этого другие. И, наверное, мир изменится. Цекавила людей и пандемия. Хоть было прикметно. Тут у далечения от мегаполюса уговорать об этом без надрыву и ажиотажу. Спокойно и житёво мудро. Президент позначить головное. Самолечением не займаться и не затягивать со зворотом до урача. Изоляция с доброй медициной – не выездие, а штуршок для другой хвали эпидемии. Попробовали в России изолировать. Получилось? Нет. А мы же такие, как в России. Нас же не изолируешь. Да и нигде не смогли изолировать. Ну что может получиться после изоляции? И это будет. Изолировали. Да кто-то там в изоляции болеет, выдергивает их оттуда, лечит. Все сидят в этих квартирах. В затхлых квартирах. Обессиленные, злые, расстроенные, напуганные и запуганные. Сейчас их надо выпускать. Сейчас надо снимать режим изоляции. А вирус бродит. Люди болеют по 400 человек. Во Франции умирает по 600 человек. В Великобритании. Они открыли ворота, люди вышли. И они атакованы этим вирусом, который бродит. И получится вторая волна заболеваемости. Первая не ушла, вторая волна их накроет. Вот почему я принял решение идти своим путем. Здесь ничего выдающегося. Заболел кто-то, не дай бог, вот допустим у вас. Кто-то заболел, чихает, сморкается. Только не тяните сразу. Приболел. Начинается у тебя, что там, кашляете, сморкаете. Немедленно к врачу. Врачи знают уже, что делать. Или вас на самоизоляцию и будут дома лечить. Или мы вас заберем в госпиталь и будем больницы лечить. Губернатор это знает, он штаб возле. Все знают. Особенно сейчас на злобу дня. Надо делать все вовремя. И каждый человек должен поберечь себя. ИСШ. Жорсткая посадка экономики после пандемии будет выгодна вельми не шматликим. И не белорусам докладно. Кто быстрее всего поднимется? Тот, кто печатает доллары. У кого есть ресурсы. Газ, нефть и прочее, прочее, прочее. Или тот же Китай, который мощью обладает экономической. А остальные где будут? Экономика стоит. Вот ничего не производим. Все, что есть, съели за 2-3 месяца. Тогда к вам придут, к нам. И скажут, вот вам 5 миллиардов долларов. Для того, чтобы экономику раскрутить. Вот на тех рынках продадите молоко, мясо. Укажут нам, где продавать. Но за это вы будете делать то, что мы скажем. Не будете делать, помрете с голоду. Выбор какой. Или умереть с голоду. Или без войны отдаться и уйти под претекторат. И в подчинение богатым и сильным государствам. Поэтому вновь было принято решение. Экономику не останавливать. Предприятия должны работать. Абтым, что людей тут больше хвалюе экономика, чем разадьмутое у прессе вірусы, скажет и загадчик мясового ФАПа Жанна Байковская. У президента спытая не про медицину. Система давно выстроенная. А про новые проекты развития. Александр Лукашенко нагадает про чыгунку. Аджитковичу на Мазыр. Гэти проект калісті отклали. Зараз самый час вернуться и знову пралечить эффективность. Сейчас я понимаю, что те 120-150 миллионов долларов, которые планировались тогда на эту железную дорогу, мы найти сможем. Надо вернуться к этому вопросу. Просчитать экономически. Экономически и социально. Потому что железная дорога – это жизнь для людей. Я хочу к этому проекту вернуться. То есть мы посмотрим в комплексе все проекты. От земли до железной дороги и так далее. Вот мы хотели выйти на украинскую границу, где у нас производили щебень. Экономически должно быть обосновано как? Чтобы люди по железной дороге передвигались. Но это копейки. Ты этот проект за пассажиропоток ты не окупишь. Надо, чтобы экономика работала. Поэтому мы можем щебень вывозить. Мы можем лес заготавливать, вывозить. Его много. Его надо вывозить. Потому что он перестоит. Он спелый лес. И может быть другие какие-то. Найдем варианты. Я не говорю, что мы построим завтра и начнем строить железную дорогу. Я хочу посчитать это все. И вернуться к тому проекту. Вот по всем направлениям будем думать как. Но все зависит от вас. Но вы же понимаете, что я не могу вас здесь бросить без внимания. И еще пытание, якое хвалю Жехароу Хомельшины. И снова не про вирусы. В советское время здесь на территории Полесья была очень масштабная мелиорация. И как вы сейчас смотрите на судьбу осушенных болот? Ну я на судьбу их не смотрю, потому что осушили их уже нет. Там поля, особенно в Гомельской области, они пониже, чем песчаные. И там хороший урожай. Если вы думаете, что я приниму решение заболачивать их, этого не будет. У нас болот хватает. Вы знаете, у нас проблема удержать эти посевные площади, эти земли. Поскольку природа отвоевывает, она с нами воюет, она хочет вернуть эти земли. И там, где мы прозевали, проворонили, там я направляю мелиораторов, чтобы они восстановили эти площади. Дополнительно осушать какие-то болота и прочее я тоже не планирую. А есть такие площади, особенно в Витебске, Могилевской, да и в Минской области, в Борисовский район. Летишь там огромные площади. Не болота, в общем, безхозяйственные, заброшенные вот эти карты мелиоративные. Их нужно восстановить. И уже развитывающийся президент скажет, вельми рады, что приехал. Такая живая открытая гуторка – стимул жить и протягивать развитие своей земли. Люди открытость оценили. Ну, село очень красивое. Спасибо, что здесь сделали благоустройство нашей деревни. Спасибо, что нам клуб отремонтировали. Я здесь родилась в Романовке и живу, радуюсь своей деревне, возрождение деревни, возрождение села. Конечно же, перемены у нас, как в строительстве, как и на рынке труда, очень большие. Я работаю сама в социальной сфере, мне это тоже близко. Поэтому очень рада, что все развивается. Наш город живет красивее с каждым днем. И желаю, чтобы так и продолжалось. Ни смотря ни на что, ни на пандемии никакие, ни на что. Поміж собой мясцевые жихары еще долго переговоровали. Что и главное, как, сказал президент. Матыл, такие сустречи стимулюют. Усиляют уповненность, что какие проблемы не возникнут, держава людей не покинет. Как не покидала у всех этой годы после Чорнобыля. Миколай Скинтиян, телерадио компания «Гомель» при поддержке агентства теленовинов. Новины регионы и информация о проектах телерадио компания «Гомель» вы можете знайсти на нашем сайте. У интернету по адресу www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Усего доброго и до встречи в эфире. Новинка. 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 Новинка.